Свои против шамана. Чем шаман не угодил российским звездам? Привет, дорогие мои, с вами ИИ. Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Шаман со своими патриотическими песнями «Я, русский встанем» в этом году возглавил рейтинг лучших российских исполнителей. Несмотря на растущую популярность шамана, который стал желанным гостем на всех значимых мероприятиях и концертах, коллеги не жалуют артиста и при каждом удобном случае стараются продемонстрировать свое пренебрежительное отношение к нему. Так, недавно во время съемок «Песни года» в Кремлевском дворце артисты бойкотировали Дронова. Когда шаман вместе со всеми вышел на сцену, чтобы исполнить финальную композицию, звезды демонстративно отвернулись от него и потом старательно делали вид, что не замечают артиста. Неудивительно, что, заметив подобное отношение к себе, Ярослав в середине песни покинул сцену. Журналист Станислав Яськевич утверждает, что Леонид Агутин категорически отказался появляться в одном кадре вместе с шаманом. За два года шаману удалось подняться на самую вершину музыкального олимпа. Однако и лидер группы «Земляне» Владимир Киселев, нежелание популярных артистов выступать на одних подмостках с певцом, объясняет совсем по-своему. Все видят неискренность этого парня и знают, что это абсолютно кремлевский продукт, говорит Киселев. Поэтому многие артисты считают, что от шамана можно ожидать подлости. Отсюда и соответствующие отношения к нему. А на днях солист группы «Альянс» Игорь Журавлев пух и прах раскритиковал молодого артиста, исполнившего песню «На заре», которая еще в 80-х годах прошлого века стала хитом коллектива. Спел однозначно плохо. Там еще и аранжировка ужасная, скутная, примитивная, заявил Журавлев. Кстати, по мнению Журавлева, несмотря на то, что многие артисты пытались перепеть хит 36-летней давности, хорошо исполнить песню «На заре» удалось лишь рэперу Баста и латвийской группе «Брейнсторм». Творчеством шамана недовольны не только музыканты, но и поэты. Так, хорошо известный в современном литературном мире Владимир Ильичев весьма категорично высказался о текстах Дронова, намекнув, что в них отсутствует интеллектуальная составляющая. «Портить его ауру интеллектуально изысканным слогом, мне кажется, будет нагрузкой для зрителя», заявил Ильичев и добавил, что считает Дронова политическим пиар-проектом. Впрочем, певец уже давно привык к критике и относится к ней философски. Кроме того, со временем у Ярослава выработался иммунитет на хейт, и он старается не обращать на него внимания и уж тем более не обижаться. Хоть это энергия и со знаком минус, но это все равно энергия, а это все равно фанатизм просто со знаком минус. От ненависти до любви один шаг, поэтому сегодня критикуют, а завтра еще поменяют свое мнение. Время покажет. А как вы думаете, звезды завидуют Дронову? Пишите в комментариях, берегите себя и своих близких. Не прощаюсь.